Добрый день, дорогие друзья! В эфире ПЛНФМ, программа «Обратный отчет» у микрофона Любовь Кузнецова. Гость нашей студии сегодня глава Островского района Дмитрий Быстров. Добрый день, Дмитрий Михайлович. Добрый день. По традиции, конца декабря мы с вами подводим итоги уходящего года и немножко, возможно, заглянем в планы на 2024 год в нашей предновогодней программе «Обратный отчет». Ну и начнем, опять же, по традиции, с темы национальных проектов и других крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются на территории Островского района. Успехи, трудные вопросы. Как всегда, год был большой и насыщенный. У нас каждый год большой и насыщенный. Не только в сравнении можно понять, какой был предыдущий. Действительно, мы неоднократно уже тему поднимали, больших вливаний бюджетных в виде нас проектов на территории Островского района, но моментов именно инфраструктурных, наверное, трудно сказать, какую-то хоть одну сферу выделить, где бы не было каких-то вот именно вложений капитальных, не направлено на эти цели. То есть это и образование, это и дошкольные учреждения, это культура, это же лично коммунальный комплекс. Здрав, конечно. Здрав, безусловно. Но тут в данном случае мы уже говорим о тех, что в виде не муниципального образования, хотя, естественно, принадлежность здравоохранения к государственному уровню не говорит о том, что мы остаемся, так скажем, в стороне где-то и не помогаем, если такая необходимость есть в реализации этих проектов. Поэтому каждая сфера деятельности, да, каждая сфера экономики, можно сказать, народного хозяйства нашего Островского района, она была, что называется, затронута. Вот если брать по таким крупным и знаковым объектам, это уже завершается строительство, оно уже практически завершено, там доделки основные, это центр культурного развития. Вводить в эксплуатацию мы, естественно, будем уже в следующем году, оборудованием там его насыщать и все прочее. Но именно контракт в части исполнения вот самого объекта, да, вот он завершен, вот сейчас идут уже последние там штрихи доделки. Красиво получается? Ну, очень красиво, да, но, как сказать, дело вкусов, на вкус и свет товарищей нет. Нет, вы же его так тщательно выбирали там среди проектов на территории других субъектов Российской Федерации. И он же своего рода, не своего рода, он единственный, получается, в регионе, ну, первый начнем. То есть Михаил Юрьевич поддержал нас тогда, и, ну, собственно говоря, я надеюсь, что мы не подвели, будут еще мнения и суждения, но, тем не менее, контрактные обязательства со всеми контрольно-надзорными органами, они, собственно, оценили, и сейчас там уже последние штрихи по документам, по всему прочему. На основании вашего опыта, как первопроходцев, будем надеяться, другие районы тоже сделают шаги определенные. Пожелаю другим муниципалитетам, потому что видно, что получается очень современно, современно вот это вот максимальное использование пространства, когда нет вот этих лишних углов каких-то, ну, назову их медвежьими, да, в учреждениях, они что-то, ну, вспомнить можно, если когда использовали какие-то загудки и все прочее, здесь вот именно этого нет. Каждый кабинет, каждый метр, вот он именно спланирован, и, мне кажется, хорошо получилось, с оборудованием, я думаю, там будет еще лучше. Вот, не буду сейчас загадывать, мы с Ольгой Санной Тимофеевой обсуждали вопрос, там еще внутри какой-то палитры, может быть, из каких-то рисунков, но не будем об этом забегать вперед, это все будет, вот, и я уверен, что мы это сделаем. Вот, двигаясь дальше, это также завершается ремонт детского сада «Березка». Этот садик, он уже с нас делался по другой программе, это комплексное развитие сельских территорий, если вы помните. Ну, срок завершения проекта был раньше, вот, они, конечно, отстали. Были объективные причины, вот, где-то это, на мой взгляд, субъективно, это проблемы подрядной организации, то, что у них там возможность перекинуть финансовые средства вовремя не всегда была, это, ну, это не наши сложности, поэтому в любом случае там претензионная работа ведется, но, как факт, сам объект, он, мы знаем, мы видим, что уже будет сдан. Для вас же важно качество, Дмитрий Михайлович, контролируете его? Безусловно, качество, но поэтому, я говорю, поэтому есть и сложности по срокам. Мы не принимаем вот какие-то вещи, которые сделаны там... И правильно делаете. ...на отвали, да, или там тяп-ляп. Это средство, помимо того, что это где-то муниципальные, где-то региональные, это очень федеральные деньги, и за них спрос совершенно другой. На секундочку, садик 50 лет ждал капитального ремонта. Да, да, дождался. Зачем вам вот на... Поэтому я думаю, что, ну, мы не будем забегать вперед, там, на полвека хватит этого ремонта, или там будут другие номеративы, но вместе с тем, это что касается тоже образования дошкольных учреждений. Школа седьмая, то есть мы про нее уже говорили, там история наоборот, подрядчик быстрее выполнил работы, а с документами мы занимаемся, я им честно скажу, вот еще в декабре, я так понимаю, что они еще занимаются, доздают ВУКС, что-то приводят какие-то шероховатости, вот. Но вместе с тем дети учатся, учебный процесс не пострадал. Ой, какая прекрасная школа, мне удалось там побывать самой личной, и, конечно, это вот небо и земля по сравнению с тем, что было. Да, с учетом еще в какой период она была построена, это Виталию Николаевичу Пушкареву, Сарству Небесу, дать должное, что он в те трудные 90-е, начало 90-х годов, такое волевое решение было принято, и вот в этом году мы как раз же юбилей отмечали в школе, я думаю, хороший подарок был на юбилей. Вот, двигаясь дальше, строительство подпереселения дома тоже в процессе, тоже не без сложностей, были сложности по проектам, по проекту в частности, были сложности там связанные с водами грунтовыми, когда котлован начали, но я еще раз говорю, но много проблем по вине и на совести подрядчиков. Я сейчас, наверное, ни для кого новость не будет, то, что я скажу. К сожалению, компетенция специалистов в строительных организациях, которые работают с бюджетом, я сейчас говорю про бюджетные стройки, она, к сожалению, с каждым годом все хуже и хуже. Бывают случаи, как я привел, строят вперед, с документами разбираются, бывает наоборот, и то, и то. Но есть проблемы, откровенно. Если сравнивать там, условно, пятилетку назад, когда не было таких средств, которые мы имеем сейчас по национальным проектам, то есть мы только мечтать могли о национальных проектах, и то, что президент дал возможность такую реализовать их вот в этой пятилетке и дать людям возможность. Вот вы говорите, и я вспоминаю недавний эфир с депутатом как раз по вашему району, Арменом Нациканяном, он сказал то же самое, только другими словами. Раньше денег не было, не на что было делать, а сейчас деньги есть, освоить не можем, потому что недостаток в специалистах. То есть это уже осознают и понимают на всех уровнях власти. Другое дело, что делать? Ну, осознавать, да. Мы даже не осознаем, мы констатируем уже это. То есть, если до этого, я говорю, одно дело, похвалишь, трудно быть в лидерах. Вот мы с вами не раз говорили, Дмитрий Михайлович, в чем там секрет, рецепт, фишка. Я говорю, нам, во-первых, везет, есть подготовленные кадры, я сейчас говорю про команду муниципальную, управленческую. Потому что везет, кто везет. Но, тем не менее, я всегда говорил, что есть риск оказаться где-то далеко от лидеров, или не так, как планировал, в связи с тем, что тебя подведут подряд на организации. Потому что это все равно случай, это все равно риски и все прочее. Но вот в этом году мы очень активно это на себе испытываем. Но я знаю, что вся область. И мне трудно сейчас даже найти вот у себя какой-то объект, который не был бы без каких-то... Ну, ЦКР, можно сказать, да, он, наверное, шел гладко, и все было в порядке. Чего не скажешь о других. И возвращаясь к вопросу о кадрах, мы на встречах в Москве неоднократно этот вопрос от уровня муниципалитетов поднимали. И там глубоко погружено в эту повестку и в курсе этой проблемы. Но с учетом, что сейчас есть демографические сложности, сейчас же какая демография, сейчас рожают те, кто был рожден в демографическую ему. Ну вот физически просто, физически этих людей, специалистов не хватает. То есть мы с этим сталкиваемся именно вот сейчас. Вот этих тех специалистов, которые должны были прийти в экономику, должны были работать. Кто... куда они едут? Те специалисты, которые есть. Есть города, так называемые пылесосы, мы знаем, да, крупные агломерации. Это столица наша, Петербург, Тюмень, Новосибирск. Ну там на Дальнем Востоке, я не знаю куда, в Хабаровск или Владивосток. Скорее даже на Новосиб может ездить. Но иными словами, страдают от этого, естественно, те территории, откуда эти специалисты уезжают. Вымываются, да. Вымываются. И когда этот процесс наладится, вот здесь вот самостоятельно он не наладится точно. То есть на федеральном уровне глубоко, но обеспокоены этой повесткой. Потому что она касается не только сферы стройки. Есть еще социальная составляющая, мы никого не пугаем, мы говорим о реалиях, о действительности. Нет, промышленность сейчас остро нуждается в рабочих. Промышленность, социальная сфера, я вам скажу, образование. Посмотрите, средний год, средний возраст педагога по школам в том числе. Зароохранение, мы говорим, да какую сферу не возьми. То есть это не проблема Псковской области даже. То есть это проблема, в принципе, уже такая федерального масштаба. То есть там, где люди и предприятия не могут обеспечить, ну, грубо говоря, какую-то, так скажем, составляющую финансовую, которую могут обеспечить крупные города и туда, куда едут специалисты. Вот, а над этим, конечно, работать надо. Тут вспоминаются, безусловно, советские модели, да, когда распределение. Понятно, что сейчас история немного другая, но все-таки вот эту целевую, как со здравым, начали разбираться со здравоохранением. Целевики появились, многие целевики, которые уже обучались от острова, от нашей больницы, вернулись на работу. Вот, в частности, пример. Пример тот, который мы с вами разбирали по поводу швейного нашего производства. Вот давайте к нему вернемся. Вы не просто говорите о том, что как глава муниципалитета, как заместитель председателя Ассоциации Совет Муниципальных Образований Псковской области, ведь именно по этой линии вы в Москве, в том числе, поднимаете кадровые проблемы. Конечно. Не просто как глава муниципалитета. Вы не просто говорите, ребята, у нас проблемы. Вы нарабатываете свой опыт. И, между прочим, в профессии швейного дела. Это самое, что ни на есть, рабочая профессия, прикладная, потому что работает предприятие. Давайте мы вернемся и еще раз подробно проанализируем. Потому что я считаю, что вы должны запатентовать этот опыт, если хотите. Он, конечно, имеет советский, как вы уже сказали, такой налет несколько исторический. Но вы же в любом случае его, как сказать, приспосабливаете к современным экономическим условиям. Любовь, тут патентом, что называется, его нет, поскольку, правильно, мы ничего нового не изобретаем совершенно. Мы именно руководствуемся теми данными в той системе координат, в которой находимся. Есть район, есть предприятие. Есть образовательные учреждения, именно профильные по рабочим специальностям. И мы собрали всех кучу, потому что неравнодушные руководители предприятия. У нас их два, в принципе, швейных, там оба неравнодушные. Но просто так получилось, что мы стартовали с одного неравнодушный руководитель учебного заведения нашего колледжа. И, соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас предприятия работали, развивались. Когда все это, что называется, как пазл составилось, отсюда и получается. Идея тут, ну, у нас, я думаю, что есть образовательные учреждения в других районах нашей области. Есть, естественно, профиль там и среднеспециальный есть, и высший мы знаем университет. Вот здесь вот надо здесь развивать. Поэтому тот пример, когда мы собрали всех кучу, так, если уж простым языком выражаться, конечно, там за этим большая работа стоит. Это подготовить курс там этот, маттехбаза, слава богу, что она была в учреждении. Это там для себя волевое решение руководитель предприятия должна была, ну, принять, поскольку это дополнительные вливания. Она сотрудников отвлекала от основного своего вида деятельности. Но понимая то, что ей это должно там рано или поздно в какой-то части вернуться. И получился вот этот такой, ну, даже не симбиоз, я не знаю, тут взаимовыгодный сожидатель трех организмов. Я не знаю, есть ли оно, как оно называется. Это называется система подготовки кайфов. В биологии. Ну, это да, это если перевернуть уже, перевести на тему как раз экономики и муниципального управления, назовем так, и образование. Это такая системная работа. Плюс у нас не все же получилось. Понимаете, у нас, получается, мы сформировали большую группу по доп. образованию, да, но мы не набрали полноценную группу после девятого класса, кто бы вот после девятого, десятого, ну, после девятого ушел, после основной школы и пошел бы там. Мы не набрали. То есть были ребята, но их было недостаточно. Мы руки не опускаем, мы все равно будем над этим работать. Про ориентацию усиливаете? Ну, смотрите, тут надо понимать, что те ребята, которые уже там учились, уже работали, что-то зарабатывали, они же должны сейчас, это должно пройти через вот эту вот среду молодежную. Когда они поймут, что, ну, скажут, да, я там, Марина скажет там, или Ольга скажет, я была, там, мне понравилось, я вот столько-то заработала. Да, я поработала, да, это там, мне стоило трудов, но, тем не менее, там, я не знаю, купила себе телефон, ну, предположим, там, не знаю, я не у папы с мамой просил. Когда это пойдет вот в масса, что называется, плюс мы же подсвечиваем, мы показывали сюжеты, мы показывали их по телевизору, они не знают, мы их показывали на федеральном уровне. Я вот когда выступал с этой темой, как раз как лучшие практики от региональной команды. Ранхикс, по-моему, да? Ранхикс, да, мы их еще и там показывали, они не знают. То есть это такая вот тоже штука, которая, как маховик, она должна набирать обороты, и она выстрелит потом, как вот туризм, да, его сложно так, мы о нем много говорим, но посчитать эффект, это мы видим позже. Это не на завтра, это на послезавтра и работа на перспективу. Долгосрочная перспектива. Три-пять лет по экономике, это не кратко, не средне, это долгосрочно, это выше три, три и более лет. Но она должна выстрелить, особенно с учетом, с чего мы начинали, с того, что не хватает подготовленных кадров. И вообще в принципе кадров. Некоторые готовы придить, и мы сами вас подготовим, и таких не найти. Поэтому проблема есть, и мне очень приятно, что эту проблему не замалчивают на уровне федеральном, я имею в виду, а ей обеспокоены, ей занимаются. Вот я думаю, какие-то решения мы уже в ближайшее время, я думаю, получим. Ну а мы уже и сами что-то делаем, на месте не сидим. Раз уж мы завели тему про долгосрочные перспективы, это не единственный, ну будем говорить так, проект, которым занимается Островская администрация, рассчитанный на перспективу. Не могу сказать, правильно ли я подобрала слово, вот проект. Хочу поговорить с вами про патриотическое воспитание молодежи. Один из немногих муниципалитетов, и это вовсе не лезть никакая, это видно по той информационной составляющей, я как информационщик легко могу судить по информационной работе, о той или иной сфере жизнедеятельности определенного муниципалитета. Вы отдаете очень большое пространство, в том числе и в своих социальных сетях, под освещение темы патриотического воспитания молодежи. Вот так, чтобы это не было каким-то, знаете, галочным, квасным патриотизмом, что делается в районе? Хвастать не будем, я вам скажу, во-первых, честно и признаюсь, что когда в район приехал работать, я был очень сильно, ну у меня другая специфика, я с Ройкой ЖКХ занимался, вот я не касался тем там культуры, молодежки, хотя, ну, все с молодежью работали и общались, я был очень сильно удивлен, насколько в районе вот именно вот эта патриотическая тематика, военно-патриотическая, назовем так, она присутствует. То есть мероприятие, начиная там от 9 мая, возложение, уборка братских захоронений, могил, ну, то есть я, если честно, пометую там свои школьные годы, ну, там и время было, наверное, не такое простое, может там у нас другие приоритеты, но я, насколько было это выстроено в высоком уровне, то есть нам надо было только в данном случае не сломать, подхватить и начинать вот насыщать какими-то другими вещами полезными, поэтому город военный, исторический город, да, и издревле он был военным, он основался как город, как крепость, да, то есть это вот, понимаете, там каждый метр, он пропитан, вот именно вот этой военной темы, военно-исторические, и люди, которые там живут у нас, которые приезжают, прикипают, остаются, вот, соответственно, безусловно, вот это вот чувствуется. Они заряжены, что командиры частей, понимаете, неравнодушные, всегда готовы там помочь, но и, конечно, ветераны, совет ветеранов, вот это люди, вот это такая, ну, глыба назовем, к сожалению, люди уходят, к сожалению, люди уходят, и сейчас руководит советом ветеранам по меркам совета молодой человек, да, хотя там седьмой десяток, но тем не менее, ну, он действительно еще молод душой, но я говорю про то, что уходят те люди... Поколение фронтовиков, вы имеете в виду? Да, фронтовиков, да, даже и все те, кто детей войны, узники, ну, естественно, есть, но у нас уже осталось только три участника Великой Отечественной, три. И вы их бережете, и лично к ним ездите, и поздравляете. И их берегут семьи еще, мы только оказываем внимание, тот минимум, который мы можем приехать на праздник, на день рождения, на 9 мая, перед Новым годом, вот будем тоже объезжать, это обязательно. Новые горы уходят люди, когда вот я приехал там уже почти 8 лет назад, там это вообще был уникум, там такие люди были, там были активные, правильно, еще участники, которые там рассказывали. Там вот этот актив вот этот, ну, там можно было только слушать, запоминать и не мешать, когда вот это называется. А сейчас мы должны вот это сохранить, поддержать дальше. Поэтому, возвращаясь к патриотическому и молодежи, те новые веяния, ну, как они уже не новые, юная армия, добровольчество, они для нас новыми не были, как таковые, да. Мы просто их в систему внесли, скорректировали, да, что вот это мероприятие, здесь так. То есть у нас раньше там даже пионерское движение было сохранено, понимаете, в чем дело. Вот, поэтому систематизировали свою работу, и, естественно, этому надо уделять внимание, естественно. Это наше будущее, но вот это же не громкие слова. И от того, насколько мы сейчас сюда погрузимся и будем плотно с молодежью здесь работать, не работать для галочки, правильно говорите, а именно вот на примерах куда-то, на каких-то там уроки мужества. То есть дети же там смотрят, организовать нам это, ну, по большому счету ничего, ничего не стоит. Вот, а этим надо заниматься, мероприятия все. И дети сами идут не из-под палки, а потому что они чувствуют, что им туда надо идти. Потому что шли до этого другие классы, они видели. Они исследования, кстати, делают, да, и фильмы даже снимают, казалось бы. И фильмы, и зарисовки различные, и там... Концерты делают, вот по поводу, да, партизан-подпольщиков Клава Назарова. Там что только ребятишки не делают, видела своими глазами, очень интересные вещи получаются, как молодое поколение через такие простые учебные исследовательские работы осознает, что сделали те люди, вот в том числе и Клавдия Назарова, памятник которой стоит на центральной площади острова. И знаете, когда я поняла, что для островичей Клава Назарова, она до сих пор, вот даже для молодых, это герой настоящий, когда площадь начали переделывать. Вспомните, было немало задергиваний по этому, было, но люди стояли насмерть за памятник Клавы Назаровой. Вот это тоже дорогого стоит, если эту ситуацию правильно разложить и осознать. Ну, мы не будем брать тех, кто зарабатывал какие-то баллы и дивиденды, да, я говорю именно те люди, которые, да, кто-то нас поддерживал изначально, кто-то не знал и думал, что же там с памятником включились, потому что для них это как раз за счет этих вот сплетенных слухов, да, распространяющихся, непонятно, люди были возмущены, но когда узнали, что на самом деле, они наоборот влились в актив. И все рады и счастливы, поддержали, да, действительно так. Да, совершенно верно. Ну, а дети, я еще раз говорю, дети глубоко погружены в историю района и города, в историю как раз Великой Отечественной, вот поэтому здесь, я еще раз говорю, это вот передается из поколения в поколение. Это очень хорошо и здорово, потому что, я еще раз говорю, именно эти ребята, именно эти ребята, они придут завтра в экономику, они придут завтра в образование, они придут завтра в здравоохранение, там, в муниципальное управление государственное. Вот, а это, безусловно, так сказать, дорогого стоит, и мы понимаем, что без этого, без этого, ну, кромкие слова там, это наше будущее, я не буду говорить, надо не говорить правильно, а работать. А для чего я еще размещаю это в социальных сетях, и это в большей степени не только делаю для того, чтобы информационную повестку насыщить. Во-первых, ребята могут себя увидеть. Это для них очень важно. Это очень важно. Это очень важно, посмотреть, сказать, а вот смотрите мы. А если это важно для меня, и они видят, что я уделяю этого, то, безусловно, они понимают, что это становится важно для них, в первую очередь, не только там с точки зрения того, что они нужны, понимаете, появляются, они не только ходят за знаниями, там, школы еще, они еще там нужны власти, о них думают, к ним там с уровня целого главы для их мирооззрения, мироощущения. Это поддержка. Это очень важно, и нельзя про это забывать, и надо обязательно ходить на это время. Обязательно. Работа с общественностью, немножко с другой, уже с такой, с хозяйственной, с привычной темой, с активом, развитие ТОСов. Как с этим делом у вас? Некоторые думают, что это, знаете, ну, мелочь. Вот одно дело получить средства, допустим, на инфраструктуру Острова-3, и все ахнули. Сколько там миллионов. А другое дело получить маленькие там средства на ТОСы. Но ведь эффекты надо поспорить, где еще больше для людей. ТОС, это правильно, мы часто об этом говорим, и на эфирах, и не только. Это, вот это свое, местное, правильно? То, что правильно, там цифры большие, там Остров-3, еще какие-то проекты, это, ну, это общее, да, это все равно муниципальное. Государственная забота о людях. Да, но, естественно, нужно для людей. Ну, пощупать это, потрогать, ну, сложнее уже гораздо. Это там качество коммунальных услуг, перебоев, чтобы не было, и все с этим связано. Вот это нам важнее, как властям. А здесь принцип ТОС, вот он очень хороший, потому что это создать условия, которые видит общественность. Вот эта маленькая общественность, там, даже пусть 30... Актив, скажем так. Вокруг территории, на которой они проживают. Вот прямо тут, и чем больше будет таких ячеек, вот, территорий, которые ты болеешь за свою территорию. Если ты болеешь за свою, если она в совокупности тоже будет складываться из таких, это же общая территория будет развиваться. Будет проще тогда общественную территорию вокруг этих поселений, ТОСов, так скажем, благоустроить и все прочее. Обидно то, что, к сожалению, я тоже вынужден констатировать, мы сейчас над этим работаем, и губернатор, кстати, тоже делал справедливое замечание на Активе, когда люди собрались, сделали ТОС, зарегистрировали, получили средства, сделали что-то, и на этом остановились. То есть это закончилось просто, грубо говоря, реализацией какой-то одной идеи. И дальше вот это самоуправление, оно не живет этим, не подает новые заявки. Вот это, я считаю, не есть хорошо, задача ТОСа немного другая. То есть не одноразовая какая-то история, а чтобы именно они как Активы были сформированы. Самоуправление. Самоуправление, совершенно верно. Не все это еще поняли, но мы доносим, мы же не зря закладываем уже в муниципальном бюджете, в муниципальном средстве на ТОС. Мы не ограничиваемся только тем, что в регионе можем попросить. Мы делали это в прошлом году, мы делали на этот год, и на следующий мы заложим. Я думаю, что бюджет, история не статичная. Вот мы в понедельник, получается, принимали бюджет. И, соответственно, понимаем, что будет необходимость, будет активность со стороны жителей. Да и мы еще на эту тему по ТОСам добавим. Это очень важно, и правильно, что на это губернатор обращает внимание всех глав. Это именно такая снизу, инициатива снизу, которую людям дали возможность. Ты активный, попробуй, найди себя, сделай. Они сделали, но кто делает, тому можно и помогать, правильно? Еще раз и так далее. Тогда придет период, когда люди вообще поймут, что они живут вокруг того, что они сами сделали, пусть с каким-то участием. Будут другое отношение, но они будут понимать, что это стоит. Не будут так относиться, как власть делает что-то, нравится, не нравится, хорошо, плохо. Вот опять как с профессиями, не завтра. ТОС, я уже говорю тоже своим коллегам, вы поймите, что это не только про благоустройство. Это еще мировоззрение и мироощущение. Вот жить общиной раньше, вот дореволюционная Россия, вот так жила где-то, разве было плохо? Да хорошо было, беречь себя и окружающих. А нравственность какая была. Нравственность, да. Да, духовная составляющая. Вот сейчас начали говорить не год, не два, да и не пять, и может быть даже не десять. Я вспомнил закон 131-го о местном самоправлении. Какого он года? 2003-го года закон. Прошло уже 20 лет, 21-й пойдет. Понимаете, оно становление сказать, что местное самоправление становилось, но с точки зрения юридики, да, с точки зрения территории, да. А вот именно то место самоправления, в каком виде хотели в третьем году, вот они тос. Они хотели, чтобы это пронизывалось до самого конкретного жителя. Вот оно самооправление. Когда ты вокруг себя что-то делаешь, еще тебя еще больше, там в руних поселений, вот так вот это наслаивается, идет уже на... Ну это не вертикаль власти, место самоправления, Конституция же нам об этом говорит. Но тем не менее, задачи местного самоправления, они в том числе через призму сейчас уже ТОСов. Хорошо, что этот инструмент есть. Это вот очень важно. Хотя пошло 20 лет. Он ширится и растет. Да, какие-то регионы, кстати, подхватили сразу же и имеют один опыт. Но у нас тоже неплохо пошло. Посмотрите, как на федеральном уровне в этом году отметили ТОСовское движение Псковской области. Это очень здорово. И, безусловно, вам и вашим коллегам на территории Островского района я желаю, чтобы и количество, и качество ТОСов ширилось и росло. И вам, местным властям, тоже они помогали. И буквально полторы минуты у нас до завершения программы. Дмитрий Михайлович, может быть, немножечко взгляд в 2024 год. Чего ждете и что планируете? Я вот так осторожно спрошу. Ну, планировать надо аккуратно, с учетом жизненных реалий и все прочего. У нас есть проекты, которые мы начали, которые завершение, не 2024, а даже 2025 год. Это, я говорю, территория Остров 3. Серьезнейший проект, сложнейший проект будет. И будет там немало хлопот, я уже знаю, ну и объем средств большой. Ну, безусловно, будем продолжать работу во благоустройство, будем заявляться на новую территорию. Проект уже на это есть. Есть проекты у нас готовы и по другим отраслям, сферам. То есть, будем смотреть, какие инструменты рабочие. Ведь много говорили, допустим, про комплексное развитие сельских территорий. А, к сожалению, в отбор в этом году он не получился, поскольку там остались только опорные населенные пункты, куда остров не попадал. Могли мы это предугадывать? Да, конечно, не могли. Поэтому, в любом случае, у нас есть планы, у нас есть проекты. Мы будем смотреть инструменты, какие это будут, федеральные, региональные. Ну и традиционно не будем упускать ни малейшей возможности, будем над этим работать. Вы знаете, мы стараемся, мы не упускаем, возможности ли она есть. Если нам, что называется, судьба и Родина будут такие возможности предоставлять, конечно, будем их использовать. Замечательно. Спасибо вам большое за интересный диалог в преддверии Нового года. Вас и ваших коллег с наступающим. Конечно же, успехов желаем. Каким бы ни был трудным год, чтобы все преодолелось. Будем завершать нашу программу. Это была программа «Обратный отчет». И сегодня гость нашей студии, глава Островского района Дмитрий Михайлович Быстров. Спасибо большое. До свидания.